Заранее извиняюсь, если на видео будет слышны крики кота. Ему 20 лет и он просто любит порать. Всем привет! А с вами самый топовый обзорщик бюджетной техники закупы, чей сегодня у нас детский планшет TurboKids S5. Это новинка от компании TurboPad. 7-дюймовый IPS-экран с 16 гигабайт памяти. Вот это круто. Я думаю, для детского планшета это как раз норм. То есть больше и не надо. Вы что-то не будете для детей ставить стрелялки, которые весят по 2 гигабайта. 4 ядра Wi-Fi, родительский контроль. Родительский контроль я вам покажу. То есть можно настроить, когда планшет будет работать. То есть вы планшет не отнимали. К примеру, он у вас работает 2 часа в день, потом отключается и всё. И ребёнок будет заниматься своими делами. TurboKids 5S, IPS-экран, 1024 на 600 точек, 16 на 9, Android 7.1.2. Есть эксклюзивный дизайн, есть таймер доступа к основным разделам пароль на выход в стандартный интерфейс. Полный доступ к фирменному каталогу приложений TurboMarket, в котором более 50 развивающих и обучающих приложений. Скачай и играй. 4-х ядерный ARM Cortex-A5 1300 МГц, чипсет RockChip 3126s, Mali 400 MP2, оперативная память 1 гигабайт, встроенная 16, поддержка кард памяти до 32 гигабайт, мультитач 5 касаний, акселерометры есть, аккумулятор 3000, время работы 2-2,5 часа в режиме просмотра видео и 4-5 часов в зависимости от нагрузки системы и внешних факторов. Wi-Fi поддерживает, фронтальная камера 0,3 мегапикселя, тыловая 2, габариты 195 на 127, вес планшета 327 грамм. Ссылка на этот планшет на сайте TurboPad и так далее в других магазинах будет в описании. У меня уже два таких планшета было и все они работают, все нормально, то есть я уже опытный пользователь. Конечно, это прямо планшеты для маленьких детей, если ваш ребенок там в школу сейчас уже ходит вовсю, то ему, наверное, хочется что-нибудь, чтобы поиграть в стрелялки и так далее. Ну вот для детей, чтобы 1 часик в день. 1 часик в день. Помните, родители, то, что много планшета, это тоже плохо. Итак, защитная пленочка, здесь мы ее снимаем, вот такой у нас клавишка. О, у меня соседи еще начали, ладно, пускай соседи пока пилят. А тут сзади еще даже защитная пленка, а зачем сзади защитная пленка? А, тут подписано, типа сюда можно карты памяти вставлять, видите, быстрый доступ, зарядка USB, сюда можно наушники вставлять. Что, все? Да, и он такой мягенький, то есть вот эта штука, она, видите, будет защищать планшет от падения. Интересно, ее можно вынуть? Очень мягкий и очень удобно лежит в руках. Вообще супер. Здесь у нас, получается, динамики снизу, камера, громкость управления плюс-минус, клавиша включения и камера сзади. Давайте его включим, пока он будет включаться. Оперативки все-таки здесь 1 гигабайт. Вот это пока плохо. Вот когда все эти бюджетные детские планшеты перейдут на 2 гигабайта, вот это будет вообще скорость и супер. В комплекте зарядное устройство. Характеристики зарядного устройства зацените. Ну, тут ничего интересного. Потом кабель USB на microUSB в комплекте. И тетрадка. Тетрадка для вашего малыша, чтобы он ее заполнял. Использование, подключение к ПК, развивашки, как настроить родительский контроль. Ну, про родительский контроль я уже рассказывал во многих видео на планшетах Turbo Kids. Я вам в конце видео, появятся там 2 плашки в самом конце, вот слева и справа. И вы там можете посмотреть по гибкие настройки таких планшетов. Потому что у меня их уже 2, я повторяюсь. То есть я уже профессионал в них. Итак, что ты там включаешься? Нет, еще включается. О, вот. Все, запустился. Он мне говорит, привет. Я ему говорю, привет, давай начать русский. Настроить как новое устройство. Он хочет подключиться к Wi-Fi. И вот так выглядит основное меню. Лаунчер, который надо выбрать. Именно планшета. То есть здесь мы по вкладочкам ходим. Заходим во всякие вкладки. В эти вкладки вы приложение родителей сами напихиваете. То есть вы будете устанавливать и потом их раскладывать по этим кнопочкам. То есть здесь могут быть книги, чтение. Но тут пока пусто, потому что планшет нового, еще ничего не установлено. Видео. Видео. А, видео по умолчанию YouTube уже есть. Видите, YouTube установлен. Хотя сюда лучше поставить YouTube детям. Галерея. А, то есть галерея реализована через Google Фото. Но я аккаунт сюда не привязывал, потому что жена пускай сюда привязывает. У меня аккаунт канала, не надо же его устанавливать на детский планшет. Тут у нас интернет. В интернете тоже, я так понимаю, ничего нету. А, и кстати, прикольные тут кнопочки. Смотрите, это назад, я так понимаю. Ага. Это у нас кнопочка назад. А это что такое? Это, наверное, кнопочка типа вернуться в главное меню. А, ну вот тут галерея есть. Тоже она через Google Фото. Да, пока я не понял, что это за кнопка, если честно. Может здесь ее задержать? Что будет? Нет, ничего не происходит. Также тут камера. Да, вот так выглядит камера. А как развернуть камеру? О, вот так мы с вами выглядим. Видите? Хе-хе-хе. Всем привет. Ну, камера тут, конечно, так себе. Ну, вы сами понимаете, что этот планшет, он больше не как устройство для работы. Это больше как игрушка для ребенка идет. Поэтому камера здесь есть, но она так, чисто для галочки. Так, общение. В общение можете сюда добавить ребенку, там, я не знаю. А, ну вот тут почта есть по умолчанию, хотя я бы его отсюда удалил. Да, отсюда лучше это дело удалить. Но это все делается, когда родительский контроль включен. Play Market, Turbo Market. О, кстати, Turbo Market. Здесь можно посмотреть специальные игрушечки и приложеница для вашего ребенка. Хотя у меня, я так понимаю, уже обновления какие-то качаются. Да, уже качаются библиотека поддержки. В общем, сейчас будет планшет немножко подтупливать на видео из-за того, что идет обновление. И тут, видите, вот Милане моей от 4 до 7 лет. Вот эти приложения ей подходят. То есть выбираем, качаем тут раскраски, сказки и так далее. Ну, пускай этим жена занимается. Я жму назад. И все. Игры. А, игры вот установлены. Принцесса с единорогом и принцесса на бал. Для того, чтобы зайти в родительский контроль, жмем вход для родителей. И можем там перейти в обычный планшет режим. Вот, можно сменить пароль, задать пароль. Выход в Android. То есть перейти в Android. Включить. И вот здесь уже время работы планшета мы указываем. Видите? Доступ к разделу общения. То есть можно прям именно дни, недели и часы все это дело настроить здесь в настройках, чтобы ваш ребенок имел доступ именно тогда. Черный список сайтов. То есть если ваш ребенок сидит на сайтах, которые вам не нравятся, можете добавить черный список. Настройки приложений по разделам и так далее. Вот, можем зайти в обычный Android. И все. И мы в обычном Android. Тут идут установочки. Вот система загружается. Ну и по умолчанию, как всегда, Google сервисы здесь установлены. В меню переходим по стрелочке вверх. Видите? Тут все приложения, которые установлены. Кстати, очень мало рекламы. Даже вот у меня на моем телефоне за 50 тысяч рекламы было напихано пипец сколько. А здесь же, смотрите, все нормально. Так, в настройки можем перейти. Посмотреть Android и все дела, какой здесь есть. А, вот, о планшете Android 7. Нуга, я так понимаю, правильно? Кто там осьминожка в нуге? Я не помню просто. А, ничего нету. Двигать ничего нельзя. Только можно кликать. Эх, жалко. Хотел поиграть. Осьминожка... А, это в восьмерке варела. Забываю постоянно. Ну, в общем, и все, что вам нужно знать про этот планшет. Клавиши громкости. Управляем громкостью. Выключить. Включить. Опа. Все работает. Все как надо. А, и кстати, чтобы перейти обратно в лаунчер, тут есть приложение. То есть, вот этот именно лаунчер есть как оболочка. О, Turbo Kids. Вот она, иконка эта. На нее жмем. Далее. И все, выбираем Turbo Kids 3G. Вот этот лаунчер. Всегда использовать. Все, теперь у вас этот лаунчер. Теперь по настройке разделов. Вот, видите, в самом низу настройка приложений по разделам. Вот, к примеру, общение. Зачем ребенку почта? Я беру эту штуку и переношу в прочее. Прочее раздел, который у вас не виден, здесь просто будут все-все-все приложения, которые установлены. И, то есть, к примеру, в прочее мы можем закинуть, что ему может понадобиться. Ну, по Play Music, чтобы ребенок музыку слушал. Беру и переношу это дело в общение. Все, в общение у нас теперь, когда ребенок нажмет на иконку общения. Вот, смотрите, общение, да, я закинул. О, захожу в общение. Здесь у нас Play Music теперь установлена. В общем, недорогой планшет. Именно как на часик, на два занять ребенка, ну, если вам нужно такое устройство. То могу советовать. Оно простенькое. Для ребенка скорости работы его хватит. 16 гигабайт можете сюда мультиков накидать, именно которые вы захотите. Ну, погоди, там, или всякие разбивашки. И все. Забыл еще рассказать, что здесь кнопка, чтобы быстро делать скриншоты. Вот так, хоп, жмете. И все, скриншотик у вас сохранен. Потому что дети любят делать всякие скриншотики. Там вот это все. И тут громкость тоже есть. Видите, сразу минус и плюс. То есть, снизу такая оболочка здесь. Вот так, меньше громкость. Вот так, больше громкость. И скриншотик еще разочек. На клавиши назад. Вот эта клавиша я так и не понял, что она делает, честно говоря. Она ничего не делает, вроде как. Так, выключить. Включить. Динамики хорошие, видите. И прямо на вас говорят. То есть, все слышно вообще супер, отлично. А я, пожалуй, буду с вами прощаться. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ссылочка на планшет в описании. Спасибо компании Турбокитс, что не забывает про меня. Присылай всякие приколюшки на обзор. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok